В Таджикистане сняли первый 3D-мультфильм. А как его снимали и о чем будет мультфильм, я предлагаю узнать из следующего сюжета. Привет! Вы думаете, этот молодой человек спортсмен? Нет, он Сурок Бабу, один из главных героев первого в Таджикистане 3D-мультфильма. Я не крыса, не вор! Это ты пришел на мою землю, ворюга! Для создания мультика понадобилось 60 тысяч долларов, полтора года и всего три человека. Наша анимационная студия состоит в основном из трех человек, тогда как в остальных зарубежных анимационных студиях у них студия начинается от хотя бы 50 человек. Причем если в западных студиях на создание 3D-мультфильма уходит от двух до пяти лет, то здесь сроки были сжаты до полутора лет. Однако ребята справились, и уже весной 2014 года новый мультфильм выйдет в прокат. С давних пор животное и человек живут рядом. Так было всегда, и мы думаем, что так будет всегда. Но беда в том, что человеку всегда мало. Главные герои – сурки Бабу и Тамбал, которые мирно обитали на поляне, начинают войну с соседями, то есть людьми, живущими в горном селе. Рост количества населения Таджикистана приводит к тому, что человек проникает на территорию особо охраняемых природных территорий, постоянно пытается захватить территорию у животных. Поэтому идея наша заключается в том, что мы можем жить в мире и согласии, и гармонии с животным миром, при этом не забывая то, что мы люди разумны, и мы можем получать выгоду от использования земли иными способами. Люди и животные ругаются и мирятся до тех пор, пока одна большая беда не сможет их объединить. Какая – зрители смогут узнать уже в начале весны. Тише, тише, да тош. Дети уже спят, а вы кричите. За основу создатели взяли реальные пейзажи таджикских гор и заповедников. А главная идея мультфильма – защитить мир вокруг нас от нас самих. Фактически фильм построен на основе влюбленности нашего художника к своей родине. Ну, естественно, и нашей влюбленности в природу и религию Таджикистана. И если раньше на создание анимационного кино уходили годы, и над ним трудились сотни аниматоров, то теперь со всем ручным трудом справляются современные технологии. Рабочий процесс у нас довольно-таки сложный и не отличается от рабочего процесса зарубежных анимационных студий. То есть сначала в программе 3ds Max мы создаем базовую модель персонажа, упрощенную. После того, как упрощенная модель готова, она передается художнику, так называемому цифровому скульптору, для того, чтобы он нарисовал детали. То есть наносит дополнительные поверхностные детали, можно сказать, текстурирует его и доводит до совершенства. Когда модель полностью оттекстурирована, ее снова переносят в программу 3ds Max, где создается скелет персонажа. То есть персонаж обратно уже с текстурой пришел сюда. Мы одеваем на него скелет. И мы можем его уже двигать, как захотим. После того, как персонаж готов, создатели переходят к анимации. По периметру комнаты устанавливают специальные камеры. Актер надевает специальный плащ и начинает двигаться так, как будет двигаться персонаж в мультфильме. Здесь нанесены специальные пиксели, которые фиксируются с помощью вот этих камер. То есть она позволяет фиксировать любое движение вот этого костюма, который одевается на реального актера, на живого актера. И эти движения передаются непосредственно на сам персонаж. То есть движения в реальном времени. Причем атмосфера на съемках мультфильма царила очень веселая и добрая. Ну, так как главными героями явились сурки, то представьте себе, каково было актерам театра Маяковского играть этих сурков. Первые две недели в студии стоял просто дикий хохот. Сейчас мультфильм находится на стадии обработки. Для этого было закуплено 10 компьютеров. Однако и их оказалось мало. Но несмотря ни на что, создатели обещают зрителям красивый и красочный мультфильм, который ничем не уступит зарубежным. Нам приходится оптимизировать наши модели, максимально упрощать их. Но это, надеюсь, не скажется на конечном качестве продукта. То есть он не будет отличаться от зарубежных фильмов. Главной целью после просмотра картины создатели считают осознание людьми и маленькими, и взрослыми, насколько важно жить в мире с природой. Если такой гармонии не будет, человек и сам погибнет. И важно, чтобы это поняли те люди, которые будут смотреть. Какие-то эти маленькие действия по результатам этого мультфильма произойдут на уровне сообществ, на уровне улицы. Кто-то вышел под мел, или кто-то вышел, посадил дерево. Для нас это будет очень хороший результат. Пока это первый мультфильм формата 3D, созданный в Таджикистане. Но создатели не намерены останавливаться на достигнутом. И в будущем зрителей ждет много новых мультяшных историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова